А теперь о другой инициативе. Гражданской. Расстояние для добрых дел не помеха. Жители Тверской области объединились в одну большую команду для помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик и участникам специальной военной операции, которые пострадали в результате боевых действий. Добровольцы закупают необходимое медицинское оборудование, медикаменты, халаты для врачей, предметы личной гигиены. Эти грузы отправляются в больницы Донецка и Луганска. Седьмой сбор уже готов к трудному пути. Сколько тонн добра на этот раз едет в зону боевых действий и кто эти добровольцы? С участниками объединения познакомилась наш корреспондент. Желтым цветом мы помечаем те грузы, которые едут в Макеевку, это клиническая рудничная больница. Вот синяя лента, это у нас полевые госпиталя. Красная лента, это у нас Луганск. В этих коробках около 20 тонн особого груза. Целый арсенал медицинских принадлежностей. От перевязочных и шовных материалов до специализированного хирургического оборудования. Это специальные аппараты для хирургов. То есть это, ну, такие своеобразные степлеры. Вообще это очень-очень нужная вещь. Здесь же операционные лампы и столы, инструменты, лекарства. Все без чего нельзя оказать помощь тем, кто получил ранение на поле боя, рассказывает координатор Тверского штаба волонтеров помощь Донбассу Ольга Левитина. Сейчас груз сортируется, упаковывается и готовится к отправке. Мы выбрали для себя обеспечение медицинскими средствами нескольких больниц. Это рудничная клиническая больница в Макеевке, это республиканские травматологические центры в Донецке, это Луганская республиканская больница и 195-я отдельная бригада в Новоайдаре. Мы понимаем, что медицина это то, что спасает жизнь. Это уже седьмой гуманитарный груз, собранный Тверским добровольческим штабом. Его сообщество можно найти в социальных сетях. Оно существует еще с марта. Сейчас там более тысячи участников. В команде активные горожане и не только из Твери. Одни перечисляют средства, другие приносят сами бинты, костыли и инвалидные коляски. Помогают кто чем может. Имею отношение к медицинскому бизнесу, поэтому знаю где, что можно купить, с кем связаться, чтобы быстрее поставки приходили к нам. Мы сами здесь своими руками все это упаковываем, каждый божий день стоим на складе с коробками, мотаем скотчем. На помощь приходит и молодежь. Руки здесь во время сбора особенно нужны. Мама увидела объявление и купила коляску сама на Авито. И привезла ее в этот отдел, где упаковывают и отправляют нуждающимся людям. И она мне рассказала, и я пришла со своими друзьями, чтобы тоже помочь. Первый груз был в марте. Всего 500 килограмм с вещами и аптечками. Со временем наладился диалог с врачами. И стало понятно, что нужно в большей степени медицинские принадлежности. С ними большая проблема даже в самих больницах. Теперь формируется запрос, на него собирается уже груз. Эти оклеенные цветным скотчем коробки из Твери ждут с особой надеждой и трепетом. На днях по месту назначения прибыл шестой груз. Мы как дети под новогодней елкой. Дорогие наши друзья и коллеги, позвольте выразить слова признания и благодарности за вашу своевременную и такую необходимую поддержку. Не передать словами, как важно нам чувствовать единение в столь нелегкое время. Главный принцип работы, считает Ольга, это меньше слов и больше действий. И, конечно, доверие такой большой команды. Я правда не всех знаю, но в какой-то момент я даже это написала, что я хочу всех увидеть, я хочу всех обнять. Потому что в какой-то момент они проявили такое доверие ко мне. Казалось бы, большое дело, но собирается оно по мелким крупицам. В данном случае даже пачка пеленок или упаковка бинтов каждые 100 рублей, как пазл, собираются в одну большую добрую картину.